Нет никакой гибридной войны Это не значит, что эта война нового типа Да, она просто уже отшлифована и опробирована не раз на постсоветских территориях, но она не нова Итак, с аналогичным типом войны Грузия столкнулась в далеком 1992 году Чтобы всем было понятно, автор этого текста родился и вырос в городе Сухуми, Абхазия И именно 14 августа 1993 года на его родине начались события, которые в итоге мир окрестил грузино-абхазским конфликтом Все в принципе началось с обычных каких-то недовольств, которые искусно раздувались Кремлем Дальше начали создаваться параллельные структуры Так появились МВД Абхазии, Абхазская, которая подчинялась вооруженным силам Абхазии И МВД Грузинская, которая подчинялась Тбилиси и так далее В общем, все это не могло не перерасти в конфликт Но вот сразу же после начала боевых действий Угадайте, кто появился в помощнике Абхазской стороне? Правильно, казаки и чеченцы Чеченцев тогда называли добровольцами Северного Кавказа Руководил чеченскими ополченцами Шамиль Басаев Потом потихоньку у абхазской стороны появилась техника, танки, грады, БМП и БТР Когда грузины говорили, что это Российская Федерация передает оружие Российские каналы раз отразу цинично рассказывали, что эта техника захвачена у грузин Хотя те объясняли, что у грузии танки Т-55, а у абхазской стороны Т-64 Но им отвечали, это те танки, которые отняли у вас И все, ничего не докажешь После, месяца через шесть, Пасухуми нанесли первый авиаудар Грузины опять начали честно говорить, что это российские военные Но сначала министр обороны Российской Федерации Павел Грачев заявил Это грузины сами бомбят Сухуми, нанося на своих самолетах наши красные звезды Потом грузинам начали отвечать, что это абхазские военные летчики Тогда даже один высокопоставленный российский генерал пошутил в частной беседе Но вы же понимаете, что абхазца военного летчика не существует и в природе А авиация, которая есть у абхазской стороны, исключительно конная Потом был сбит новейший на то время Су-27, который бомбил грузинские позиции Летчик погиб, а труп был изъят военными и прокуратурой Грузии Но несмотря на наличие всех документов, доказывающих, что летчик офицер армии Российской Федерации Им ответили Вы провокаторы, это постановочные кадры А летчик – абхазский летчик А машина не Су-27, а Су-25 Просто вы необразованные и не можете отличить И опять все поверили А грузины пошумели-пошумели и поняли, что их не слышат Потом им сказали, что они глупцы Россия вместе с ООН будет миротворцем и остановит войну Потому что грузины, как фашисты, уничтожают местное население Ничего не напоминает? Дальше все миротворческие усилия России продолжались до сентября 1993 года Именно тогда и был взят Сухуми Брали его российские войска вместе с абхазскими формированиями, казаками и добровольцами Северного Кавказа Когда грузины уже потом стали это озвучивать, им ответили Вы трусы, на самом деле войну у вас выиграло 2000 абхазских ополченцев А вы со страха все преувеличиваете Россия всего лишь миротворец В итоге Абхазия долго была рычагом давления на Грузию и ее правительство Пока в 2008-м не произошло то, что произошло Россия окончательно сняла с себя маску Своим соотечественникам российское правительство сочинило басню Аналогичную той, которая сейчас называется Историей о кровожадных бандеровцах и неонацистах С той лишь разницей, что вместо бандеры в роли абсолютного зла Представлен генерал Георгий Квинитадзе Герой российско-японской и российско-турецких войн Но борец за независимость Грузии, будучи главнокомандующим грузинской армии Он в 1921 году оказывал сопротивление Красной Армии Эмигрировав во Францию, Квинитадзе работал на заводе грампластинок А также зарабатывал на жизнь продажей кисломолочного напитка Мацони А вот то, что о нем выдала в эфир российская пропаганда А вот и один из виновников того геноцида, генерал Квинитадзе Именно он планировал операцию по уничтожению Южной Осетии в 1920 году Потом он мирно и спокойно заживал свой век по Франции В 1941 году он благословил своих более молодых подчиненных На создание грузинского диверсионного батальона «Тамара» в составе вермахта Теперь вопрос Этот очень сжатый рассказ ничего вам не напоминает? Так вот вам ответ, что нет никакой войны нового типа Все пройдено уже давным-давно Такие же истории вам расскажут знатоки конфликта в Приднестровье или в Карабахе Просто тогда большинство даже в Украине смотрело российские каналы Тогда не было интернета И все поражались, какие же фашисты эти грузины, молдаване, азербайджанцы Теперь остается просто хорошо изучить, что Российская Федерация творила все это время Проанализировать и не повторять ошибок В этой связи хочу отметить, что этой трагедии не произошло бы, если бы... Нормально Их авторам по разным причинам в нынешних условиях сложно выживать на просторах YouTube Поэтому хотим вас попросить поддержать их подпиской и по возможности просмотрами и лайками Подписавшись, вы поможете им обратить на себя внимание большей аудитории Так работают алгоритмы YouTube Ваша подписка – огромный вклад в наше общее дело развенчивания лжи кремлевских рупоров Сейчас мы просим вас подписаться на канал «Вот что» Ссылку оставляем в описании под видео Если вас не затруднит под одним из его роликов, напишите пару добрых слов и передайте почтение и привет от ОМТВ У нас длинный список тех, кого стоит поддержать В конце каждого видео мы будем выступать с подобным призывом Но если вы подскажете, кого еще стоит поддержать таким образом, будем признательны Присылайте предложение на почту omtv.com Если вы желаете поддержать ОМТВ, в описании есть ссылка на наш Патреон Благодарим за понимание важности нашей деятельности И не забывайте, мы существуем потому, что вы смотрите нас Субтитры создавал DimaTorzok